Для того, чтобы во время проведения экзаменов не возникало никаких проблем, нужно было серьезно подготовиться. Конечно, все усилия были не напрасными. Это еще раз подтвердилось на едином государственном экзамене по русскому языку, который сдавали 3 июня 16,5 тысяч кубанских выпускников. Были в их числе и славянские 11-классники. Сегодняшние выпускники твердо знают, без успешной сдачи единых государственных экзаменов с приличным баллом, шансы поступить в хороший вуз и получить достойное образование невелики. Объективная оценка знаний открывает перед молодыми людьми возможности для хорошего жизненного старта. В одном из пунктов проведения экзаменов, расположенном в 16-й школе, мы побывали. Сюда собрались выпускники со всего района. Перед школой еще шумно. Есть возможность пообщаться, повторить материал или просто поделиться новостями, потому что уже в здании ребята сосредоточатся на заданиях. Они, конечно, волнуются, но одновременно стараются не подавать вида, потому что уверены в своих силах. Я думаю, что каждому человеку, который живет в Руси, необходимо знать русский язык. Экзамен по русскому языку – это очень важный экзамен, и мы к нему в течение всего года готовились. Наш учитель нам в этом плане очень хорошо помогал, и я надеюсь, что все наши труды окупятся, и мы сдадим хорошо. Подготовка к нему действительно шла серьезно, много занимался самостоятельно. Конечно, помогали учителя, помогали репетиторы. Очень благодарен за это и надеюсь, что все будет хорошо. Язык, особенно государственный в нашей стране, необходим каждому, вне зависимости от того, в какой вуз ты идешь, какую профессию и какое будущее ты для себя выбрал. Я считаю, что нужно просто хорошо его знать, чтобы уметь изъясниться. В школе работают рециркуляторы, начеку в эти ответственные дни медики, ведь от качества их работы зависит строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Для оказания помощи есть все необходимое, для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил все есть необходимое. На пропуске в ПП у нас обрабатываются руки, измеряется температура, и также на продолжение всего экзамена все санитарные правила соблюдены. В 16-й школе все было подготовлено к проведению единого государственного экзамена по русскому языку. Для учителей экзаменационная пора – это подведение итогов всей их работы, и они искренне желают выпускникам успеха. Мы с вами находимся в пункте 398, это городская школа номер 16. Сегодня здесь 137 запланировано учащихся, которые пришли сдавать единый государственный экзамен по русскому языку. Пункт полностью готов, технически оснащен. Особое внимание при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации уделено требованиям безопасности. Все экзаменационные пункты оборудованы рамочными и переносными металлодетекторами. Участники проходят по паспортам и утвержденным спискам. Их сопровождают ответственные педагоги. В первый день сдачи экзаменов свои знания по русскому языку проверили 357 славянских выпускников. 4 июня еще 166. Делается все необходимое, чтобы государственная итоговая аттестация прошла безукоризненно. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».